Добраться сегодня до кладбища не такая уж и простая задача. Бесплатный транспорт отменен, а в общественном порой просто не хватает места. Причина тому – Радоницы, или как ее еще называют – Родительский день. Заторы на дорогах вблизи кладбищ длились часами. Ко всем кладбищам тянулись вереницы машин, но люди терпеливо ждали. Все стремились попасть к могилкам близких людей. Для православных этот день – возможность еще раз вспомнить об ушедших, пообщаться с ними, пускай даже мысленно. И мы пришли сегодня помянуть наших родных, близких, родителей, родственников, которые умерли. Принесли им дань уважения, что мы не забываем о них, помним о них. И приходим в такие дни, чтобы посидеть возле них. Важно не просто помнить, говорит Таисия Алексеевна, а передавать память о предках из поколения в поколение. Именно так получится продлить жизнь тех, кого уже нет с нами. С ней согласны и другие пришедшие на кладбище люди. У меня здесь мама похоронена с 1976 года. И вот мы с 1976 года регулярно сюда ходим. Следим за могилкой и так далее. Кроме того, у меня папа похоронен с 1965 года, но теперь это далеко очень. Я сюда цветочки папе ношу. Традиция именно в этот день посещать захоронение берет начало из православной культуры. После божественной литургии в Радоницу снимается запрет на поминальные службы и проходит большая панихида – поминовение всех умерших. Такие сегодня прошли во всех храмах. Так как самый величайший праздник Пасхи совершается, и получается после Пасхи мы не совершаем никаких заупокойных служб, как раз Радоница является таким отправным пунктом для того, чтобы опять вернуться в поминовение о тех людях, которые ушли. Пока в храмах шли поминальные службы, люди наводили порядок на могилках. У каждого кладбища обещали организовать дежурство восьми поливальных машин, чтобы люди могли набрать воду и помыть руки. Но мы такой техники не увидели. Зато были сюрпризы в виде ловцов за должниками. Так в Новоалтайске на одном из кладбищ дежурили судебные приставы. Они предлагали посетителям погостов погасить долг прямо у могилок. Выходит, даже в особенные церковные дни помнить нужно не только о духовном, но и о мирском. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.